Сегодня заместитель губернатора Сергей Карасёв провёл видеоконференцию с представителями муниципалитетов округа. В повестке значилось три вопроса, два из которых касались обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Кроме того, участники совещания обсудили меры обеспечения малых населённых пунктов блочными водоочистными сооружениями. Тему продолжит Максим Швец. Вопросы водоочистки актуальны для многих муниципалитетов. Сергей Викторович выслушал представителей сферы ЖКХ, которые в свою очередь рассказали, какая работа была выполнена с блочными водоочистными сооружениями. Второй вопрос касался подготовки материалов и проведения мероприятий для включения в действующих объектов размещения твёрдых коммунальных отходов, свалок и полигонов во временный перечень. На сегодняшний день проводится работа по определению норматив накопления твёрдых коммунальных отходов как от населения, так и от юридических лиц, муниципальных учреждений, к цели их актуализации, так как последний раз данные замеры проводились в 2016 году, соответственно, уже довольно-таки большой срок прошёл, их необходимо актуализировать. На сегодняшний день проводились уже два периода замеров. Это зимний период мы проводили замеры и провели в весенний период. После завершения окружного заседания представители управления ЖКХ и транспорта совместно с заместителем главы администрации Александром Осипенко обсудили вопрос несанкционированных свалок. Вопрос несанкционированных свалок всегда актуален, так скажем, особенно после зимнего периода, то есть со сходом снежного покрова выявляются, так скажем, подснежники. На сегодняшний день уже запланированы работы со специалистами администрации. Мы планируем проводить в начале июня уже рейдовые мероприятия по территории города с привлечением Департамента природного и сервисного регулирования, с привлечением Росприродного отзора с целью выявления и, скажем так, фиксации данных нарушений, так как зачастую бывает, что те или иные несанкционированные свалки, помимо того, что они, скажем так, образуются стихийные, есть уже которые вложившиеся на промзонах, на территориях частных, скажем так, земельных участков. После составления муниципального реестра несанкционированных свалок будут приниматься меры по их устранению и привлечению виновных к административной ответственности. Максим Швец, Дмитрий Сверид, программа «Реместная».